Брендовая одежда за сущие копейки. Майки и шорты с лейблами известных торговых марок обнаружили сотрудники городской администрации и полиции в одном из саратовских рынков. Правда, отправились они не на шопинг, а в рейд по контрафактной продукции. Их сопровождала наша съемочная группа. Сотрудники полиции сегодня в роли заядлых шипоголиков. С дотошностью страстных модниц перебирают одежду на полках. Но их интересуют не щегольские вещички, а контрафакт. Какие подозрения в случае? Во-первых, цена. Смотрите. Оригинальный продукт стоп не будет стоить. Подделку обнаруживают сразу. Правда, от известного лейбла на этих майках и шортах только значок и название. Качества бренда здесь нет и в помине. И это самая большая проблема, говорят специалисты. Купить одежду, где красуется популярный значок, да еще так дешево, готовы многие. Но мало кто задумывается, что такая одежда может быть изготовлена из некачественной ткани и даже вызвать аллергию. Люди по подобным ценам желают, видимо, приобретать, не задумываясь о том, что это может навредить и принести какой-то вред. Потому что мы не знаем, есть ли сертификат на данный товар, из чего он изготовлен, кем он изготовлен, как он изготовлен, в каких условиях. Поэтому это может принести вред не только здоровью, но и жизни потребителей. Жалобы на контрафактную продукцию в отдел защиты прав потребителей поступают десятками. Во-первых, такие вещи сшиты кустарным способом. Во-вторых, качество дешевой ткани может причинить серьезный вред здоровью. Чтобы хоть как-то отделить зерна от плевел, чиновники и полицейские отправляются в регулярные рейды и накладывают штраф на виновных. На продавца до 10 тысяч, на индивидуального предпринимателя до 50, на юридическое лицо до 100 тысяч рублей. Скажите, а за повторные нарушения такие же штрафы? Повторные нарушения привлекаем, если один и тот же гражданин, к уголовной ответственности. Правда, прежде чем штраф будет назначен, предстоит доказать, что изъятая продукция – это именно контрафакт. Все подозрительные вещи описывают и отправляют на экспертизу. Правда, уверены специалисты, в этом случае не составит труда доказать, что вещи – подделка.